МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интернационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Александра Вараксина. Добрый вечер. И вот главная тема выпуска. В Петербурге задержаны участники террористической организации. В отношении семерых возбуждены уголовные дела. Подземное преображение Маяковской. Глубина залегания станции Маяковская 51 метр. Это тот самый участок, на котором строителей ждет наибольшее количество сюрпризов. Как идут работы на одной из самых загруженных станций метрополитена. Последствия снегопада. Очень холодно, сложно. Наши работники ручного труда работают на территории часа 2-3, потом обогреваются. Как справляются коммунальные службы с обильными осадками? Как современные технологии используют при подготовке кадров для ВМФ? Хлеб падает, после этого едет лента до второй башни, здесь падает сосиска, и там уже выдавливается кетчуп. Покажем, как проходят тренировки кадетов на штурманском комплексе «Шторм». Борис Петровский вошел в топ-100 самых стильных мужчин года, а в списке всего два политика. По поручению Владимира Путина в рамках договоренностей с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро началась поставка российской вакцины против гриппа в южноамериканскую страну. Накануне в Каракасе получили препараты производства петербургского НИИ вакцины «Сывороток». Всего же в этом году для республики произведут 5 миллионов доз. И отмечу, что 13 февраля в Каракас прибыла партия антикоронавирусного спутника ВИИ. Сегодня уже в Венесуэле началась массовая прививочная кампания для населения. Участники Международной террористической организации «Хизбут» Тахрир Алислами, запрещенной в России с 2003 года, задержаны в Петербурге и еще девяти российских регионах. Масштабную операцию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии и МВД. Следствием установлено, что задержанные пропагандировали создание так называемого «всемирного халифата» и вербовали российских мусульман. У террористов изъяли запрещенную литературу, средства связи, электронные носители информации. Следствие продолжается. В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела. Итак, в эти минуты рейса 78-61. Санкт-Петербург-Зензибар должен вылететь из Пулкова по назначению. По расписанию самолет должен был подняться в воздух еще около 4 утра из-за длительной задержки. Соблюдение прав пассажиров, а их на борту 332, взяла на контроль транспортная прокуратура. До 11 утра была задержка рейса по необъяснимым причинам. Далее нас пригласили на борт. Мы три часа протусили в ожидании вылета. В конечном итоге выяснилось, что двигатель не завелся по причине замерзания системы водоснабжения и так далее. Я отмечу, что в 6 часов вечера авиакомпания «Азур-Р» разместила пассажиров в гостинице и обеспечила напитками и едой. По предварительным данным, задержка рейса произошла из-за технической неисправности. На станции метро «Маяковская» продолжается капитальный ремонт. Работа предстоит масштабная. Строители уже столкнулись с рядом трудностей. Временное закрытие одной из самых загруженных станций подземки, конечно, привело и к неудобствам пассажиров. Стартовали работы больше месяца назад. Что успели сделать, расскажет Евгений Соловьев. Под рев болгарок и нервной дроби отбойных молотков. Кассовый зал «Маяковский» планомерно избавляется от мрамора и гранита. Капитального ремонта здесь не было с момента открытия, то есть 53 года. Текущие ремонты, в прямом смысле текущих, проблем не снимали. Поэтому за дело взялись основательно. Славя «Молот» и «Стих», как и завещал поэт, чье имя станция носит. Эти строки, кстати, были на пилоне «Маяковской», но они же вернутся на исходную позицию, когда все закончится. Ну, эта станция сразу же не памятник. Здесь, значит, был барельеф «Маяковского» с «Стихами». Сейчас они демонтированы, находятся на складе у подрядчика. Они будут обновлены, восстановлены. Изменений никаких не будет. Те же строчки, те же буквы и тот же «Маяковский». Пожалуй, единственное, что не попадает в категорию то же самое – покрытие сводов наклонного хода. Здесь материалы откровенно устарели, их ждет полная замена на легкие коррозионно-стойкие алюминий. Глубина залегания станции «Маяковская» – 51 метр. Это тот самый участок, на котором строителей ждет наибольшее количество сюрпризов. Речь об износе гидроизоляции, степень которого сложно оценить, пока не доберешься до основания. Масштаб проблемы, как говорится, вскрытие покажет. Но подрядчик на объекте опытный. Год назад он же завершил работы в вестибюле академической. Но в спальнике проще доставлять материалы и вывозить мусор. На «Маяковской» такого простора для маневра нет. За дверями вестибюля главная транспортная артерия города – Невский проспект. Основная проблема – это центр города и стесненность производства работы в данном вестибюле, которая окладывает определенные ограничения по мобильности производства работы. Потому на реконструкцию с запасом отведено 11 месяцев. Двери «Маяковской» распахнутся для пассажиров подземки накануне нового 2022 года. И почти сразу и на тот же срок закроются двери удельные. Она следующая в очереди на капитальный ремонт. В работах по заведению транспортной развязки между УЗСД и Витебским проспектом обязательно задействуют значительные силы петербургских дорожников. Об этом заявили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова. Развязка – это первый этап строительства шерудной магистрали скоростного движения, стратегического для города проекта. Напомню, автодорога пройдет по Петербургу и Ленинградской области. Начнется УЗСД в районе Благодатной улицы. Пройдет преимущественно в полосе отвода Северного железнодорожного полукольца. Пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улицы. Затем дотянется до Кольцевой в районе Кудрово и выйдет на трассу Р-21 Кола. По временному путепроводу над Пулковским шоссе сегодня запустили движение грузовых поездов. Ветка соединяет Обухово и Купчино. Это первый этап глобальной реконструкции для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения. Сейчас специалисты приступают к демонтажу старых строений и опор. Планируется, что работы продлятся около года. Подробностью Александра Бурейна. Первые составы уже двигаются по временной переправе. Пустые контейнерные площадки не должны никого смущать. Это не тест. Просто поезд едет на загрузку. Дублеры возвели за 48 часов. Немного мешала погода. Но у железнодорожников был план «Б». До этого была оттепель. Соответственно, снег подтаял и сковал тело насыпи. Соответственно, решетка, не было возможности ее оторвать. Ветка связывает сразу несколько районов города. Рыбацкая, Обухово, Купчино и тянется до морского порта. Последний раз арки моста меняли. Примерно 60 лет назад ремонт назрел. Первые железнодорожные пути появились здесь еще до революции. И, разумеется, грузовые поезда того времени отличались от нынешних. Они меньше весили. Но такие переправы всегда делаются с учетом запаса максимально допустимого давления. И поэтому могут служить десятки лет. Если же говорить о грузоподъемности современных поездов, то это примерно 8-9 тысяч тонн. При этом коэффициент допустимого давления включает в себя не только тоннаж поездов, но даже выпавший снег в случае аномальных метелей. Трасса Дублер не сильно отличается от оригинала. Машинисты разницы не заметят. Разве что придется немного сбрасывать скорость. Здесь 10-12 пар. Это снабжение порта. Это снабжение предприятий, находящихся в черте Санкт-Петербурга. Важное направление. И поэтому здесь не могли мы обойтись без временного путепровода. То, что сейчас мы сделали переключение. Потому что обеспечивать вагонами предприятия города нужно каждый день. Открыть отремонтированный путепровод планируют на день города в мае 2022 года. Затем в дело вступят дорожные службы. Есть идея расширить до четырех полос движение по Пулковскому шоссе, чтобы убрать существующее бутылочное горлышко, которое является причиной серьезных пробок. Александр Буренин, Александр Сокуренко, Сергей Павлов, Александр Лоскутов. Телеканал Санкт-Петербург. На 83-м году вышел из жизни Андрей Мехков. Народный артист РСФСР скончался у себя дома в Москве. Популярность актер обрел сразу после первой роли. В фильме «Похождение зубного врача» вот всенародную любовь Андрей Мехков завоевал после выхода на экраны культовых картин «Рязанова ирония судьбы» и «Слегким паром» и «Служебный роман». Мне посчастливилось поработать с Андреем Васильевичем на картине «Ирония судьбы. Продолжение». Конечно, он останется для меня в памяти не только изумительным партнером и учителем, на которого я смотрела, восхищалась. Он был невероятно добрым человеком. Родился Андрей Мехков в Ленинграде. Вместе с родителями пережил блокаду. По настоянию отца окончил химико-технологический институт. Но на любительском спектакле был замечен педагогом студии МХАТ, что определило его дальнейший жизненный путь. Соболезнования родным актера выразили Александр Беглов и Вячеслав Макаров. Один из депутатов парламента предложил назвать именем Мехкова городской сквер или улицу. Сегодня в памяти о легендарном актере наш канал покажет фильм Рязанова. «Гараж» смотрите в 23 часа 5 минут. Очередной третий условный срок получила Вадима Бойко, известный как «жемчужный прапорщик». По версии следствия, 18 сентября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар полицейскому в помещении дежурной части 13-го отдела. В ходе судебного заседания Бойко признала свою вину и принес потерпевшему извинения. Прозвище «жемчужный прапорщик» он получил за браслет на запястье, после того, как в 2010 году, будучи при исполнении, ударил человека дубинкой по лицу во время митинга у гостиного двора. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Финляндия вновь продлевает коронавирусные ограничения, теперь до 18 марта. Несмотря на открытие авиасообщения, въезд в Суоми по-прежнему ограничен. Подать документы в визовый центр пока могут только члены семьи граждан Финляндии, владельцы недвижимости, сезонные работники и путешествующие по неотложным делам. Полицейские спасли пожилую семейную пару из пожара в частном доме в Колпино. Благодаря операционным действиям лейтенанта Николая Магера и старшего сержанта Алексея Тихонова удалось вывезти на улицу 65-летних хозяев дома, а также их собаку. Никто не пострадал. В Петербургском главке принято решение поощрения своих сотрудников. С начала года на вторичном автомобильном рынке Петербурга существенно подскочили цены. По словам аналитиков, средняя стоимость поддержанной машины увеличилась почти на 9%, составив более 600 тысяч рублей. В других российских регионах ситуация аналогичная. Вице-губернатор Борис Петровский вошел в топ-100 самых стильных мужчин года. Список составил один из популярных журналов. Издатели обратили внимание на обувь Петровского, винтажные кроссовки. И отмечула, что всего в списке два политика. Помимо Петербургского, вице-губернатора в него вошел премьер-министр Канады. Также в топ-100 вошел певец Гарри Стайлс и ведущий Иван Урберт. Евгений Елен с 1 марта возглавит ракетно-космическое направление частного холдинга. В новой должности он займется развитием космодрома «Морской старт». Об этом сообщили пресс-службе компании. Напомню, что в настоящее время Евгений Елен занимает пост вице-губернатора Петербурга. Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада. Обильные осадки вывели на улицы и во дворы города. Сотни единиц техники. Личный состав также работает в полную силу. Чистят не только дороги и магистрали, но и кровли. Александр Чуев продолжит тему. Это Калининский район. Здесь больше 200 потенциально опасных кровель. Металлических покатых крыш, с которых снег может падать. После обильных осадков специалисты активно взялись за уборку, пока мягкий зимний покров не превратился в лед. За минувшие сутки рабочие очистили больше сотни кровель. Для этого привлекли примерно столько же сотрудников. Главная проблема – это припаркованные автомобили. Несмотря на то, что здесь растянуты красные ленты и висят объявления. Единственное, что могут сделать специалисты – это накрыть машину щитами. Но и тогда она не застрахована от повреждений, потому что снег летит с большой высоты. Всего в Калининском районе более полутора тысяч домов, из которых очистки от зимних осадков подлежат почти половина крыш, в том числе с плоскими и относительно безопасными кровлями, чердаки на которых были утеплены еще летом. Но где есть риск образования сосулек? Остальные – с внутренним водостоком. После того, как мы сбросим снег с кровли, придет дворник и будет убирать снег, который сбросили с кровли. В данном случае это будет двор. И когда выходит у нас кровля на тротуар, дворник также выходит и сдвигает снег с тротуара в лотковую зону. Сугробы собирают и отправляют на снегоплавильные пункты. В эти дни у ворот особенно длинные очереди из грузовиков. За минувшие сутки из дворов Калининского района вывезли больше 150 кубометров осадков. Самый густонаселенный район Петербурга, Приморский, соответственно, густонаселен и автомобилистами. Их машины нередко приходится перепарковывать, чтобы убрать улицу. Причем в ночное время, потому что днем очень интенсивное движение. Кроме того, дворники, их более 600, делают упор на ручной труд и мобильную технику. Мы пошли по пути малой механизации. У нас только в этом году более 150 не из техники, а малая механизация. Не только малая механизация, которую видели, я ходил со щетками, подчищал снег. Но это, конечно же, такие хорошие мобильные мини-трактора, которые позволяют и подчищать, и убирать, и складировать. Так называемую малую механизацию ручной труд используют в Красносельском районе. Дворники очищают подходы к парадным, контейнерным площадкам и пешеходные дорожки. Посыпают их песко-соляной смесью. Сейчас самый сложный период, говорят специалисты. Очень холодно, сложно. Наши работники ручного труда, конечно, работают на территории часа 2-3, потом обогреваются, пьют чай. Ну, здоровье, конечно, важнее всего. Кровельщикам в мороз вообще не рекомендовано выходить на скатные крыши, которых в районе почти 450 особо опасных. Специалисты работают в паре с подстраховкой. Осадков так много, что лучше сразу убирать. Но с приходом сильных морозов синоптики обещают и снежную передышку. Александр Чуев, Артём Шарипов, Юрий Юхнин, Михаил Кацман, Татьяна Сидоренко. Новости телеканал Санкт-Петербург. Главы районных администрации продолжают отчитываться об итогах работы в минувшем году. Вопросы социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры. Таковы основные пункты докладов. Но вот исходя из эпидемической ситуации, в этом году главной темой стала борьба с пандемией коронавируса. Какие задачи были поставлены, как их удалось решить, услышал Александр Денцов. В прошлом году Петербургу приходилось развиваться в условиях пандемии. Это сегодня отметил, пожалуй, каждый глава района на традиционном отчете о социально-экономическом развитии территорий. В Красногвардейском в 2020-м в эксплуатацию ввели 27 многоквартирных домов, более 9 тысяч квартир. Ведется строительство четырех детских садов в стадии проектирования – два. Важная часть – это видно было и по комментариям в социальных сетях. Вопросы транспортной доступности. На стадии проектно-изыскательских работ находится продолжение проспекта Маршала Блюхера, Северного и Воснесовского проспектов. Это важные артерии для обеспечения нормальной транспортной доступности новых жилых кварталов. В 2020-м 261 семья Красногвардейского района улучшила свои жилищные условия. Это направление не обошел стороной и глава Центрального района Максим Мейксин. Больше 2,5 миллиардов рублей направили на капремонт жилфонда. Деньги пошли на 224 дома в районе. Решался и хронически для исторического центра Петербурга вопрос. За год хочет снизилась более чем на 2822 человека. Это более чем на 10% от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. Количество коммуналов за год уменьшилось на 278 и составило 9209 квартир. Из бюджета шести муниципалитетов на благоустройство направили больше 150 миллионов рублей для 313 дворов. В Кронштадтском районе выполнили капитальный ремонт 30 фасадов. Это больше чем в 4 раза по сравнению с 2019 годом. По словам главы, пандемия не стала препятствием для развития города-спутника как Центра гордости и славы ВМФ России. Открытие парка Остров Фордов тому подтверждение. 7 гектаров, игровые комплексы, веревочный парк, аллея, посвященная истории флота. Мы продолжим благоустройство нашего района, чтобы всем нашим жителям было комфортно, безопасно. Много планов, все планы будут выполнены. Этот год он будет наполнен мероприятиями, посвященными 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Глава соседнего района, курортного, рассказал о том, что в минувшем году были сданы важные социальные объекты. Детская поликлиника в Зеленогорске, три детских сада и родильный дом в Сестрорецке. Сейчас ведется строительство корпусов 40-й больницы, а поликлинику номер 70 в поселке Песочный ждет реконструкция. В обновленном здании поликлиники после реконструкции разместится детское взрослоотделение, женская консультация, станция скорой помощи, дневной стационар. В сложных экономических и эпидемиологических условиях продолжали сокращать дефицит социальных объектов и в Пушкинском районе. В прошлом году на юге северной столицы таких появилось семь. В том числе введена в эксплуатацию новая подстанция скорой помощи, достроена большая школа в Ленцоветовском на полторы тысячи учеников, готовы два детских сада. Ориентируясь на время, открывались и производства. Важным событием в сфере развития фармацевтического кластера, расположенного в производственной зоне Пушкинская Восточная, стало открытие завода «Активный компонент». Запуск линий по производству субстанций для лечения коронавируса и других различных лекарственных препаратов – это важнейший шаг для всей отечественной фармацевтической отрасли. В Московском районе, рассказал глава, на ремонт 46 образовательных учреждений потратили четверть миллиарда рублей. Потребность в школах, детских садах, поликлиниках тут высокая, если учесть, что в прошлом году на территории района построены и введены в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. Ежегодно получаем 6 детских садиков, это как минимум, и раз в два года школу. Хорошая традиция сложилась, что открываем школу и тут же закладываем. В 2020-м на территории района новое освещение получил Пулковский парк. Теперь его озаряют 486 осветительных комплексов уникальной конструкции. В этом году благоустройство ждет еще 9 территорий. Александр Одинцов, Дарья Ермакова, Телеканал Санкт-Петербург. Как проходят тренировки на штурманском комплексе «Штурм» показали в Кронштадте в преддверии Дня защитника Отечества. Тренажер морского кадетского корпуса дает возможность осваивать навыки управления маломерными судами и отрабатывать алгоритм действия в ситуациях, приближенных к реальным. Дмитрий Аксенчик расскажет. Это часть учебно-тренировочного комплекса, где кадеты учатся управлению рейдового катера. Происходит это так. Выбрали подозрительный катер, полный вперед. Сейчас мы пришвартуемся и проверим документы у этого гражданина. Рейдовый катер работает в паре с главным кораблем. Здесь панели управления посложнее и функций больше. Вот курс мы определяем, вот определяем ветер, здесь насосы. За сложность выполнения задачи отвечает кадет посередине, который по сути наделен властью Посейдона. Ему по силам любые волны. Узнаешь много о том, какая скорость должна быть, какая дистанция и что тебе, зачем тебе надо наблюдать. В этом году у нас будет катерная практика и там я считаю, что мы сможем отработать все наши навыки и умения. В кабинете напротив секция робототехники и программирования. Здесь будущий военный инженер-изобретатель продемонстрировал нам прототип модели для изготовления бутербродов в полевых условиях. Пока еще из Лего. Хлеб падает, после этого едет лента до второй башни, здесь падает сосиска, дальше она едет до третьей башни. Из среднего мотора выдавливается кетчуп. Мы вдохновились разработками нашей армии в сфере беспилотной робототехники. Хотим внести вклад в развитие беспилотной робототехники. Экспериментальный образец и нужно производить доработки. Пятый класс у нас учится на базе конструкторов Лего. Потом потихоньку переходим на более сложные. Вот такие вот. То есть вы полностью собрали встали? Да, это полностью собрано встали. Но достаточно очень просто. Уметь собирать квадрокоптеры, прототипы беспилотников, цель которых проникать в труднодоступные места. Или просто водить автомобиль. Военный моряк должен уметь все. Поначалу сложно, а потом привыкаешь и все нормально. Все эти занятия для ребят дополнительное образование. Занимаются раз в неделю. К военной карьере в Кроштадском морском кадетском корпусе начинают готовить с пятого класса. Я считаю это очень верно. Потому что если в школе балета готовят детей, начинают уже с малого возраста. То есть считаю, что и военного человека, военного моряка особенно. Может, симуляторы не с самой современной графикой. И реальные навыки приобретут потом. Первые азы военной дисциплины и порядка на корабле уже освоены. Корабль, боя послова, приготовь. Дмитрий Аксенчик, Антон Овчаренко, Александр Колеров, Марпа Третьякова. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. В этнографическом музее представили уникальные образцы культуры Азербайджана. Более четырех десятков ковров. Без преувеличения это предмет национальной гордости. Большинство экспонатов изготовлены во второй половине XIX века. В атмосферу восточного гостеприимства погрузилась Мария Марченко. На этих коврах люди сидели. Там мужчины встречались в парадной части дома, пили чай. В одном из залов этнографического музея словно воссоздали атмосферу азербайджанского дома. Уютного и гостеприимного. Здесь собраны 120 предметов, многие из которых никогда не выставлялись. Особенно ценен ковер Сурханы, сотканный вручную в XVIII веке. Это как бы исходник, да, вот мы говорим такой на слынге. Исходник. Здесь прекрасная центральная часть с тремя крупными медальонами, которые в обрамлении вот такого знаменитого элемента бута. Это миндаль. Но культура переосмысливает это как язычок пламени. Судя по потертостям, хозяева активно использовали артефакт в быту. Не подозревая, что спустя несколько веков его признают шедевром декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Из-за хрупкости материала реставраторы с трудом разрешили поместить ковер не под стекло, а в открытый доступ. Ковры и попоны ткали в основном зимой, когда много свободного времени. За работу усаживалась вся женская половина семьи. И, конечно, рисунок имел большое значение. Вот здесь, например, изображены навьюченные верблюды. Символ жизни и богатства. На один ковер уходило почти два месяца кропотливой работы. Цвет шерстяным нитям придавали с помощью природных красителей. Луковые шелухи, корней, плодов растений и насекомых. Рецепты создания красок тщательно скрывали, передавая мастерство из поколения в поколение. Ковры любят собирать людей вокруг себя. Они дают и силу, и вдохновение. И поэтому мы всячески приглашаем посетителей, которые будут главными создателями этой выставки, прийти и полюбоваться, и, может, вспомнить и свои личные истории, связанные с коврами. Экспозицию готовили вместе с Азербайджанским национальным музеем ковра, где бережно восстанавливают технологии ткачества и обучают всех желающих. Техник этих десятки. Ведь народ, который вел полукочевой образ жизни, делал из текстиля многие предметы обехода. Не только попоны для лошадей, но и мешки, мягкие сундуки, переметные сумки. Вся история, можно сказать, что отражена в наших коврах, потому что орнаменты как древних ковров, так и сотканных в более позднее время по традициям старинных ковров, они хранят в себе память веков. Коллекцию Азербайджанского искусства этнографический музей начал собирать в 1904 году. Сегодня это уже почти 3000 предметов. Изделия из шелковой ткани, медная посуда, ювелирные украшения. Все, что окружало людей в повседневной жизни. Выставка открыта до 9 мая. Мария Марченко, Андрей Спиридонов, Александр Лоскутов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Петербургские морозы не смогли преодолеть температурный минимум. Установленный на берегах Невы 5 лет назад ниже минус 25. Столбик термометра так и не опустился. Как сообщает главный синопсик Петербурга Александр Колесов, утром было зафиксировано всего минус 24,5 градуса. Также было в феврале 2016. На самый холодный за последние годы была зима 2011. Тогда столбик термометра опускался почти до минус 26. Из-за морозов экстренные службы переведены в режимы повышенной готовности. Спасатели просят по возможности отказаться от поезда к наличным транспорте. На трассах развернуты пункты обогрева, которые готовы принять водители в случае снежных заносов. Временные палатки организации ночлежка работают в усиленном режиме, а в то же время приют, где от непогоды могут укрыться бездомные, переполнен. Такое, к сожалению, случается в нашем ночном приюте в Абухово, который является стационарным, и там кровати, их просто на всех не хватает. Если приходит больше 40 человек вечером, к сожалению, нам приходится им отказывать, но мы отправляем их либо в палатки, либо в пункты обогрева, которые открыты в районах городскими центрами социального обслуживания. Ночной автобус, на остановках которого можно получить горячую еду, отправятся в рейсы с врачами в благотворительные больницы. Они окажут помощь в случае обморожения и переохлаждения. Но сейчас о погоде на завтра, 19 февраля в Петербурге. Днем местами небольшой снег, температура воздуха минус 8, минус 10 градусов. Ночью без существенных осадков похолодает до минус 15, минус 17. Субтитры предоставил DimaTorzok Такие были новости к этому часу. Прямо сейчас в этой студии мой коллега Иван Лосев с новостями спорта. Иван, добрый вечер, вам слово. Александр, приветствую. Футбольные Еврокубки вернулись в заснеженную Россию. Жаль, не в Петербург, в Краснодар. Тем не менее, много спортивной информации в нашем выпуске. Прямо сейчас, пожалуйста. Продолжение следует...